В комментариях под этим видео раздам пару тысяч рублей в биткоинах. Просто пишите о том, хотите ли вы вложиться в ICO Telegram и пишите свои биткоин-кошельки. Привет всем, Соколовский. Наконец-то долгая криптозима заканчивается, потому что биткоин пробил уже 9 тысяч долларов за штуку. А еще совсем скоро можно будет наконец-то купить токены ICO Павла Дурова в Telegram. Давайте разбираться. Лично вы когда-нибудь пробовали делать ставки на букмекерских конторах за спортивные команды, либо еще за что-нибудь подобное? Лично я – да. Самая моя большая ставка была в 100 тысяч рублей, и, пожалуй, для меня это единственный способ с интересом смотреть спортивные матчи, потому что обычно мне не особо интересно, а так ты хотя бы немножко да и болеешь за команду, потому что от этого зависят твои кровные. И тут вдруг появилась букмекерская контора на блокчейне. По-настоящему прозрачная контора. Бэтмач делает мир ставок беспрецедентно, честным и прозрачным благодаря блокчейн-технологиям. С помощью блокчейна рассчитываются ставки и хранятся средства. Более того, это позволяет комбинировать надежный сервис ставок с соцсетями. Они принимают только криптовалюты, а это значит, что больше не нужно отчислять комиссию в завод или вывод средств платежным системам и колоссальные налоги от каждого выигрыша. Смарт-контракт может легко заменить так называемый авторитет букмекера, который зачастую вообще не выплачивают и блокчейн явно будет поавторитетнее. А выплату выигрыша невозможно будет задержать или отменить, даже если ты выиграл крупную сумму и не первый раз подряд. Используя для ставок внутренний токен, можно будет сократить комиссию за сделки вдвое. Классическая технология расчета коэффициента ставок и управления рисками – это ключ к успеху. И главное, преимущество бэтмача над остальными сервисами. Просто заходите на сайт, регистрируйтесь и принимайте участие и ставите ставки. А здесь мы видим способы, которыми можно завести крипту. Тут очень легко делаются ставки, а еще платформа полностью функционирует на приватном блокчейне. Анкоринг выгружает каждый сотый блок приватного блокчейна в публичный. Ссылка будет в описании. Для начала давайте поговорим с вами про биткоин, потому что как-никак совсем неудобно хешрейт сети биткоина установил новый рекорд. Вы, наверное, помните, как в прошлый раз совсем незадолго до роста крипты я опубликовал себе в телеграме инфу о том, что вот прямо сейчас хешрейт дико вырос. Ну, так вот, тогда это означало рост крипты, что я, собственно говоря, скромно спрогнозировал по одному индикатору. И прямо сейчас мы видим в точности то же самое. Это один из главных индикаторов, которые говорят нам об уровне ажиотажа вокруг криптовалют. И не будем забывать про то, что прямо сейчас поисковый запрос биткоина в гугле взлетел выше даже, чем запрос рамп. Это очень здорово. 14 июня, пару дней назад, мы писали в нашем телеграм-канале битсигнал про то, что совсем скоро стартуют фичерсы на бакт. Их нельзя шортить, только лонг. И суть в том, что курс в связи с этим в любом случае будет стремиться к 10 тысячам долларов. Что мы с вами и видим. Вообще мы просто купили на битсигнале доступ к платным каналам по типу азиатских китов, криптобулы и так далее. Все эти платные каналы мы агрегируем у себя. Ссылка на этот проект будет в описании, можете посмотреть. Окей, теперь давайте поговорим про проект Telegram Open Network, а именно про ICO Telegram от Павла Дурова. Я напомню, что это был очень закрытый проект, то есть прошел закрытый инвестраунд, в котором несколько долларовых миллионеров спокойненько взяли и поделили все это между собой. Звучит очень как-то антинародно, но тем не менее, Павел Дуров выбрал именно такой вариант ICO. Возможность купить их токены — это влажная мечта для очень многих, и поэтому в комментариях здесь постоянно пытаются продать возможность купить эти токены. Типа, только здесь, вы можете купить прямо сейчас токены Telegram от Павла Дурова. Ясное дело, что вас постоянно пытаются обмануть, и напомню, что был даже токен ГРЭМ на Йоббите. Очень некрасиво со стороны администрации Йоббита листить подобное дерьмо к себе, но тем не менее, почему-то они это делали. Но вот появилась новость про то, что теперь самые настоящие токены Telegram можно наконец-то купить. И купить их можно на бирже Liquid. Во-первых, это опять же токены не от самого Telegram, не от Павла Дурова. Это ICO, как я понимаю, от этой самой биржи Liquid. Это будет азиатский держатель ГРЭМ Азия. Во-вторых, новые держатели не смогут сразу взять и обменять свои токены на доллары. Нет, все это будет храниться на бирже вплоть до октября, до запуска тестовой сети Telegram Open Network. Ну и наконец, везде и всюду пишут про то, что Telegram не имеет никакого отношения к вот этому вот запуску продаж ГРЭМ. И в связи с этим очень много вопросов возникает, почему Liquid и ГРЭМ Азия это делают, и не вступает ли это в конфликт с интересами самого Павла Дурова и Telegram в целом. Для многих стран покупка будет вообще закрыта, а еще ажиотаж не наверняка будет такой жесткий, что все раскопят буквально за несколько секунд или минут. Поэтому я даже не надеюсь купить. Я, конечно, зайду на эту биржу, посмотрю, что там можно сделать, как это все будет выглядеть, но по факту я уверен, что все просто сделают по-быстрому ботов и скупят токены с их помощью. Не знаю, успею ли я сделать бота, и плюс это довольно опасно, учитывая то, что с помощью бота, если ты что-то купил, то потом биржа может взять и вернуть все эти деньги обратно себе, потому что, мол, с помощью ботов, видите ли, покупать внезапно запрещено, как это делал битрекс. В общем, с одной стороны интересно, с другой стороны очень запарно. Forbes со ссылкой на отчет инвест компании Atom сообщает, что прямо сейчас, мол, среднеизвешенная цена токена Telegram, которого, по идее, еще ни у кого нет, кроме нескольких долларов миллионеров, это около 5 долларов, в то время как к 2028 году он должен стоить самый-самый минимум 15 долларов, а может быть даже и 30. В общем, как вы поняли, все это на воде писано и совсем неясно, как все будет на самом деле. Да, кстати, не будем забывать, что прямо сейчас еще и Facebook запускает свою собственную криптоварюту. Да, по мнению большинства криптоанархистов централизованное дерьмо, но тем не менее в этот проект все очень верят, и прямо сейчас в них инвестируют CanBase, Visa, PayPal, eBay, MasterCard, Uber. В общем, явно это будет очень большой проект. Они хотят запустить глобальную платежную систему с низкими комиссиями, а я же надеюсь, что это просто как следует пропирает биткоин. По крайней мере, я рад тому, что биткоин снова в тренде. Например, в твиттере у себя Джек Дорси постит загадочную непонятную картинку, а потом пользователи в сети сначала не на умении, а потом люди объясняют, что это оказывается визуализация транзакций биткоина и того, как именно он работает. Илон Маск внезапно берет и постит в себя в твиттере слово «эфириум». Потом, правда, добавляет слово «шутка», но тем не менее Виталий Бутерин скидывает ему несколько способов, какими можно использовать эфириум в экосистеме самого Илона Маска. И, кстати, да, 1 апреля даже Илон Маск был один день генеральным директором Доджкоин. Это круто. Не забывайте про битматч по ссылке в описании и про наш канал с прогнозами «Битсигнал». Он в сети играме, подписывайтесь на него. Ставьте лайки, я раздаю биткоины в комментариях. И с вами был Соколовский. Всем пока.